Приветствую вас, и оптимальным вариантом для вас было бы, знаете, постепенное сближение с девочкой. Ну, то есть, вы с ней сейчас общаетесь, общаетесь с ней вы вроде бы неплохо, проводите с ней вместе время, да, то есть, вот таких моментов у вас, в принципе, достаточно. Проблема заключается в том, что вы не знаете, как бы с ней сблизиться, при том, в условии, что у вас совершенно определенные с ней чувства какие-то более серьезные, но вы не знаете, как их лучше вырвать. В таком случае я рекомендовал бы вам продвигаться в сторону такого, знаете, осторожного постепенного сближения с девочкой. То есть, например, вы с ней вместе попробуйте ее приобнять, вы с ней вместе попробуйте там как-то к ней приблизиться, войти в личные границы и так далее. Посмотрите на ее реакцию, на эти ваши действия, и вполне вероятно, что какие-то из этих действий она оценит положительно, какие-то из этих действий она оценит отрицательно, но так, по крайней мере, вы сможете достаточно неформально понять, как я сама к вам относится без конкретных выяснений отношений. Если вдруг вы увидите, что человек настроен достаточно положительно по отношению к вам, то есть не будет каких-то моментов отталкивающих вас, то это значит, что вам можно будет продолжать двигаться в этом направлении, то есть защитить с попаданием в это пространство, да, то есть, например, если девушка позволила вам обнять себя, то, соответственно, нужно обнимать ее как можно чаще какое-то время, а потом просто-направда пробовать что-то еще, например, приземать к себе или что-то в этом роде, чтобы девушка опять проявила себя, проявила свое отношение к тому, что вы делаете, и, быть может, дала бы вам понять, как она относится к вам. То есть у вас есть только вот такой способ, если вы не хотите ей говорить, и никогда не портить с ней отношения. Немаловажный момент заключается в том, чтобы вам понять для себя, какой вообще-то говоря мужчина девушке нужен. То есть вот это вот такая, знаете, распространенная ошибка молодых людей, и когда они, в общем-то, даже нравятся девушке, немножечко ошибаются по той простой причине, что не знают, какой парень нужен девушке, и, собственно, ничего она от парня ждет. Поэтому в разговоре с ней вам желательно бы спросить у нее, как бы не к ночи, конечно же, о том, ну, чего бы она вообще говоря хотела бы. Что бы ей хотелось бы получать, да, от молодого человека своего. Какой молодой человек ей интересен? А какие поведенческие формы, какие поведенческие моменты ей нравятся, ее устраивают, вызывают в ней, например, живой интерес и так далее. То есть вот для вас важно вот эти моменты для себя уяснить. И тогда, если вы это сделаете, вам будет, ну, вообще говоря, больше понятно, на что вы можете рассчитывать, что, чего вы можете ожидать от девушки, я имею в виду, да, и стоит ли вам вообще надеяться на что-то по отношению к ней. Отдельно хочется сказать так, что если вдруг вам придется меняться ради девушки, если вам придется что-то для нее делать, то в таком случае мне бы хотелось, чтобы вы сразу для себя отделили некоторые моменты, которые связаны с тем, оказываете ли вы себе вред, когда руководствуетесь этими изменениями или нет. Все хочу сказать, если вы, прошу обращения, если вы как-то будете действовать в ущерб самому себе, то тогда изменения ваши, которые будут у вас, они будут сказываться на вас, негативно, и тем самым вы будете меняться не ради себя, а ради девушки. И это, соответственно, будет негативно влиять лично на вас, к сожалению. Если же изменения, которые вы будете продвигать, будут касаться вас самого, того, то есть, если вы будете меняться в ту сторону, какую вам, именно вам хочется, тогда проблем, как договор, я думаю, не будет, и вы сможете достаточно легко и эффективно меняться для не только девушки, но и себя, себя тоже, если вы посчитаете, что какие-то моменты, связанные с желаемыми изменениями для девушки, как бы, находит отклик и у вас. Вот это, пожалуй, очень важно, потому что если вы начнете, допустим, терять себя в отношениях, то ничего хорошего из этого у вас не получится. Вот, я думаю, что, как можно ответить на ваш вопрос, надеюсь, что мой ответ оказался вам полезен, надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!